В посёлке Октябрьский праздник. Парк «Лесная пушка» принял первых отдыхающих. Масштабную реконструкцию провели в рамках реализации проекта «Парки в лесу», программы формирования комфортной городской среды и при личной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Поехали! Этого события жители округа ждали давно. Праздник собрал несколько тысяч человек. Первые гости «Лесной опушки» уже оценили красоту и комфорт новой зоны отдыха. Мы рады, что у нас в посёлке наконец-то появилось место, где можно в праздники проводить всей семьёй время. Спасибо! Теперь мы будем гулять тут в любое время года. Можем уже здесь принимать дополнительные нормативы ГТО, как раз бег по пересечённой местности. Мне парк очень понравился, крутой, там можно покататься на лошадях бесплатно. Сейчас будем бегать, думаю, занять второе либо первое место. Массовый забег объединил более тысячи человек. Маршрут проходил через экотропу и лесной массив. Наравне с профессионалами лёгкой атлетики на дистанцию вышли и любители. Ну как тут за бег-то? Класс! Спасибо! Узнаем снова, увидели! Километр бежали в честь открытия прекрасного парка, который облагоустроился. С прекрасными спортивными кластерами, с прогулочными зонами, с зонами воркаута. И хочется, чтобы люберцы дальше процветали, жили, развивались. Ещё одна площадка под открытым небом появилась и у активных долголетов. Первый марафон скандинавской ходьбы объединил более 50 человек. Обязательно ходьбой мы будем заниматься в этом парке. Отлично! Нам очень всё понравилось. Это зона, где тысячи наших горожан будут проводить своё свободное время с большим комфортом. Сегодня праздник. Многофункциональные спортивные зоны оценила и бронзовый призёр Олимпийских игр Наталья Коростелёва. Российская лыжница приехала в Октябрьский вместе с семьёй. Естественно, должна быть лыжероллерная трасса, потому что рельеф как раз для начальной подготовки равнинный. Самое то, чтобы научить деток кататься на лыжах. Здесь у вас спортивное ориентирование очень развито. Лыжные гонки будут развиваться. Здесь обустроили новые пешеходные маршруты, зоны для тихого отдыха. Установили спортивные и детские площадки. По периметру парка сделали освещение. Это очень большая территория. Площадь её 115 гектар. И, конечно же, она всегда будет развиваться. Все предложения от жителей мы принимаем. Парк сделан для того, чтобы здесь заниматься активно спортом, отдыхать, набираться сил, здоровья. Первый этап благоустройства завершён. Реконструкцию лесопарка продолжат в следующем году. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.